Как содержание флавонолов, так и общая антиоксидантная способность увеличится в плазме после перорального приема какао или темного шоколада. Было показано, что потребление какао в сочетании с молоком или молочным шоколадом резко снижает эти эффекты, хотя такие эффекты абсорбции, зависящие от матрицы, все еще обсуждаются. Сравнивали какао и популярные шоколадные изделия с тестом на поглощение радикалов кислорода и определяли содержание полифенолов, а также процианидинов. Натуральные какао-порошки содержат самый высокий уровень антиоксидантной способности, а также более высокое содержание полифенолов и процианидинов. По сравнению с другими продуктами. Конечно, обработка пищевых продуктов, такая как обжарка, ферментация или обычное производство шоколада приводит к снижению содержания антиоксидантов. Некоторые антиоксиданты также обладают способностью влиять на клеточные сигнальные пути и таким образом активировать экспрессию защитных антиоксидантных и монорегиторных генов. Эксперименты продемонстрировали, что фенольные экстракты какао могут улучшить окислительно-восстановительный статус обработанных акриламидом клеток арцинома кишечника путем ингибирования потребления глутатиона и образования активных форм кислорода. Можно предположить, что, например, снижение липидных и воспалительных биомаркеров при гипертонии некоторыми какао-содержащими продуктами является согласованным действием как прямых, так и косвенных антиоксидантных свойств какао. Субтитры создавал DimaTorzok